И я рад вас приветствовать в еврейско-мессианской общине Свет Мессии, где евреи, а также неевреи совместно прославляют Бога Всевышнего. И у нас сегодня очень насыщенное служение, и оно полно таких приятностей, приятных вещей и приятных событий, скажем так. И одно из таких значимых событий сегодня произойдет у одного из наших близких нам и, скажем так, людей, которые выросли у нас в общении. В еврейском народе каждый ребенок, который возрастает, который приходит в определенный момент возраста, переживает события, которые известны как бар или бат-митсва. События, когда мальчик или девочка уже становится достаточно взрослым для того, чтобы принимать ответственность перед Господом. И обычно в этот день такого человека, если это девушка, называется она бат-митсва, дочь заповеди, ее вызывают к чтению Торы или комментарию Торы. Если это мальчик, это бар-митсва, то есть мальчик, который выходит на чтение Торы. Сегодня у нас есть возможность вызвать впервые в жизни на чтение Торы дорогого нам человека. И я хотел бы попросить сюда Эмили. Эмили. Кто скажет, что ребенок? Никто не скажет, правда? Такое ощущение, что бат-митсву давно пропустили, давным-давно. А есть такое? Ну, так чуть-чуть совсем неожиданно. Итак, я вызываю к бат-митсве Эмили. Шаббат шалом, дорогая община. Давайте встанем перед чтением, перед молитвой и на чтение Торы. Благословен ты Господь Бог наш, царь Вселенной, избравший нас со среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен ты Господь, дающий Тору. Итак, недельный раздел Ноах, второй по счету Тори, расположенный в первой книге Берешит. Назван по первому значимому слову в тексте, в данном случае по имени человека. Содержит стихи 6 главы 9 стиха по 11 главу 32 стих. В главе говорится о том, как Бог послал потоп на человечество, которое погрязло в грехах, сохранив Ною жизнь, и его семье. Но более буквально я хочу поговорить сегодня о теме послушания Богу. В этой истории много вопросов. Например, как Ной узнал о потопе и о том, что нужно было построить большой ковчег. Дело в том, что Ной жил в другую эпоху, и поэтому ему не пришло сообщение в Фейсбук. Ему не прислал СМС друг, и он не нашел и не посмотрел в онлайн-проповедь. И он не выкопал у себя на огороде, естественно, древнюю книгу с подробными инструкциями, что делать во время потопа. В священном писании Тори есть ответ на эти и многие другие вопросы. Давайте откроем Бытие 6 главу и прочитаем с 13 по 14 стих. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гоферы, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою. Внутри и снаружи. И вот я наведу на землю потоп водный и истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Например, для меня Ной пример удивительного и абсолютного послушания Богу, потому что он услышал его, имел отношения с ним, достаточно близкие отношения с ним. И почему Бог говорил именно с ним, а не с людьми, живущими, находящимися рядом? И снова Писание открывает нам этот секрет. Вот житье Ноя. Ной же был человек праведный и непорочный в роде своем, и ходил перед Богом. Это книга Бытие 6-9. Ноя был праведный и непорочный, и он ходил перед Богом. И может ли Бог сейчас, сегодня говорить с нами? Может, но есть одно условие. Ешуа открыл его нам. Овцы мои излушаются глаза моего. Они идут за мною. Иоанна 10-27. Итак, продолжим наше расследование. Кто хочет быть праведным, и чтобы с ним говорил Бог? Вот еще один рецепт из книги о вкусной и счастливой жизни. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Послание к римлянам, 4 глава, 3 стих. И праведность приходит не от наших дел, а от веры в Бога и доверия ему. Вернемся к Ною. Он услышал Бога. Но что он сделал с этим знанием? И сделал Ной все, как повелел ему Бог. Так он и сделал. Книга Бытие, 6 глава, 22 стих. Итак, что мы можем выяснить? Ной поверил в невероятное и доверился Богу. Очень часто мы верим в существование Бога, но не считаем нужным. Но не всегда ему доверяем. И он говорит, доверься мне, я хочу помочь тебе во всех твоих трудностях. А мы ему отвечаем, да, Бог, спасибо, но делаем не полностью то, что он говорит, и делаем только то, что мы считаем нужным. Но потом мы предъявляем претензии Богу. Почему все так получилось? Ну что же в случае Ноя является невероятным? Дело в том, что за всю историю до этого на земле не было вообще дождей, так как они жили в пустыне, и пустыня просто орошалась. И корабля, естественно, никто не строил так далеко от воды. В глазах людей, окружающих Ноя, то, что делал, это было просто полным безумием. Но Ной был послушен Богу и в точности исполнял его повеления. Он строил ковчег, несмотря на насмешки людей. То есть сейчас, ну, часто мы держимся мнение людей, да, а он не обращал на это внимания. И он превозмог свой страх перед мнением людей, потому что доверился Богу, и Бог дал ему силы победить свой страх. И это спасло не только жизнью, но и его семье. Апостол Яков говорит в своем письме, «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут, но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Послание Якова, 2 глава, 19-20 стих. Праведность мы получаем через веру, а вера — это не просто знание, но наша жизнь, в которой мы исполняем волю Божью. Давайте прочитаем еще одно место из Писания, в котором говорится о Ное. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верую, но и получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Послание к евреям, 11 глава, 6-7 стих. Итак, давайте подведем итоги нашего расследования. «Имея веру в Бога и общение с Ним, мы узнаем Его волю, а именно через молитву, через чтение Писания и поклонение Ему. Бог хочет помочь нам побеждать трудные времена и переспать через свой страх. Он желает, чтобы мы были счастливыми и радостными. Если мы послушны Богу, Он благословит не только нас, любимых, но и наших родных, и даже весь мир через послушание Ему. И устроил мной жертвенник Господу и взял из всякого кота чистого и из всех птиц чистых и принес во все сажения на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Книга Бытие, 8 глава, с 20 по 21 стих. Итак, давайте будем как Ной, праведник, поверив в Бога. Давайте будем учиться доверять Ему, исполняя Его повеления. И давайте служить другим людям, не ожидая награды. И Бог, ведя тайное, воздаст явно. Давайте встанем и помолимся перед заключением Торы. Благословен Господь Бог наш царь вселенной, даровавший нам истинную Тору и даровавший нам вечную жизнь. Благословен Господь, Ты дающий Тору. Амин. Ну, не молодец ли? Правда? Молодец. Иди сюда. Иди сюда. Итак, дорогие друзья, я считаю, что она очень хорошо справилась. Правда? Знаете, как страшно здесь стоять за этой кафедрой, особенно, когда ты здесь никогда не стоял. А она стояла и, смотрите, как все хорошо сказала. Умница. Мы гордимся тобой. Итак, я хотел бы пригласить сюда родителей, потому что в этот день очень важно, чтобы родители высвободили также свое благословение. Поэтому прошу вас. Аллилуйя. Настал тот день. Я поздравляю тебя, Эмичка. Очень люблю тебя. Ты прекрасна. И хочу просто благословить тебя, как заповедовал нам сынов Израилю и детей. Да благослови тебя, Господь, и сохрани тебя. Да презрит на тебя Господь святым лицензием. Помилуй тебя. Да обратит лицо свое Господь на тебя и даст тебе свой шалом. Храни свое сердце в мире, в шаломе. И люби Господа, люби людей. В памяти сегодняшнем дне мы хотим тебе подарить ты о них мечтала, часики, которые напомнят, что время пришло отвечать перед Господом и исчислять дни свои, чтобы приобрести сердце мудрое. И подарок от меня ты хотела стих. Бог дал благодать найти, время и мысли собрать. Победный день великого решения. Ты Бога выбрала себе главой. Сказала нет ты своей волею и неверью. Решила жить, пойти ты с верой и хвалой. Настало время Яхвы посвящению, Бат-Митсва. Твое желание с Иешуа быть. Питаться словом, наслаждаться с Ним общением, Его любить и от греха себя хранить. Я радуюсь, что путь с Христом избрала. И ум Его ты приняла себе. И мудростью ты душу напитала. Ты умница. Сегодня это видят все. Передаю тебя я в руки Божьи. Жить с Ним и для Него главнее всего. Любить тебя сильнее никто не сможет, Чем любит тебя Он. Ты радость для Него. Благословен твой день рождения, Твои годы. Благословенна будь во всем, Везде, всегда. Подарок ты прекрасный, плод мой, Милашечка. Ты, доченька чудесная моя. Я хотел бы попросить, Чтобы сюда вышли служители, Для того, чтобы мы могли помолиться за Эмилию, А также есть детское служение, да? Молодежное. Мы от лица молодежной команды Поздравляем тебя тоже с этим днем. Я, честно говоря, не знаю, Что еще можно добавить к словам родителей. Ты уже являешься частью нашего молодежного служения. Теперь мы тебя принимаем, Как более взрослого, Более осознанного человека, Способного не только быть, пребывать с Богом, Но и учить этому других, Вести за собой. И поэтому мы тебя поздравляем, И пусть Господь ответит на все твои вопросы, Восполнит все твои нужды, И пусть твое сердце будет всегда наполнено Его шаломом, И Его любовью, И Его мудростью. Во имя Ишо. Мы тебя очень-очень дадим. Эми, то, что было мне на сердце тебе сказать, Все эти слова ты сказала в комментарии Тора. Да, это, ну, Господь тебя очень любит, И мы этого все ждали, Вот, детские учителя, Ну, для нас это радость. Мы тебя поздравляем, И желаем, чтобы все эти женщины, Которые есть в Писании, Чтобы каждая из них Воплотилась в твоей жизни, В твоем характере, В твоей судьбе, И чтобы ты была благословенна До тысячного рода. Спасибо. Вот так вот. И я все же попрошу служителей выйти сюда. Олег Батькович, Где наши старейшины? Сергей, Сергей. Можно супруг ваших так же, Супруги? Просим вашу. Аня, где ты? И мы от лица общины, Эмили, Мы принимаем тебя во взрослый мир. Это непростой мир, Местами очень сложный, В большинстве своем очень сложный. Но мы молимся и мы верим, Что Бог будет держать тебя за руку, И просим милости, Чтобы ты была послушна Ему, И чтобы ты научилась различать добро, Зло, истину, ложь, Чтобы Бог хранил тебя. Аминь. Давайте благословимся вместе. Возложите на нее руки, Служители, я прошу вас. Боже, мы благодарны Тебе. Ты даешь момент зачать, Ты даешь момент родить и вырастить, Господь. Мы благодарны за этот этап, Важный этап жизни Эмили. Мы благодарны Тебе за ее ботмитву, Господь. Она входит в отношения с Тобой, Господь. И это только начало этих взаимоотношений. Но мы просим о том, Чтобы это было благословенным началом. Мы просим о том, Чтобы Ты возложил свои руки на нее, Господь, И сказал Твое доброе слово в ее жизнь, Господь. И мы говорим, Да будешь Ты благословенна От начала и до конца своих дней. Да будут Твои потомки благословены. Да будешь Ты известна, Как та дочь, Которая родила многих праведников. Да будешь Ты известна, Как благочестивая жена, Как благочестивая бабушка, Как благочестивая прабабушка. Да будешь Ты той, Кого Господь будет оберегать И о ком будет заботиться. Да будешь Ты той, Кому Бог даст мудрости И ведения, И понимания того, Как нужно жить. Да будешь Ты примером Для всех окружающих людей, Чтобы они знали, Чтобы Ты прославила Своей жизнью Господа Всемогущего. Мы как община Благословляем Тебя. Да будешь Ты В Его руках. Да будешь Ты Под Его охраной И под Его защитой. Во имя Иешуа Мессии. И все мы скажем Аминь. Аминь. Мазалтон. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok